Папа, что сделаешь? Повторяю за крабом. Я не знаю, зачем он это делает, но... ну, зачем-то так делает. Друзья, а вы знаете, что иногда люди приезжают на пляж и что-нибудь теряют? Да-да-да! Отдыхают, бегают, купаются, играют в мячик, может быть, бомбитон, еще во что-то... И иногда они что-то теряют. И сегодня мы с Маргаритой попадаем на этот пляж, на котором очень-очень-очень много потеряно вещей. У нас будет замечательный металлоискатель, вот такая вот штуковина. Мы будем с ним ходить по песочку и смотреть, закопано там что-нибудь или нет. У нас будет вот такая замечательная мисочка, в которой мы будем просеивать песок и находить клад и всякие драгоценности. А еще я хочу вас познакомить с Пипой. Пипа это мой домашний крабик. Он бегает рядышком со мной и копает, копает... Короче, помогает мне находить драгоценности. Могу сказать, что он себе их не забирает, а отдает их мне. А еще я хочу вам представить домашнего питомца Мар... А, нет, это дочка. Хочу вам представить дочку Маргариту. Она сегодня тоже на этом же сервере и тоже будет искать какие-нибудь драгоценности. Друзья, совершенно неожиданно. В одном из видео мы раскрывали два конвертика. 500 лайков и 1000 лайков. И, к сожалению, мы не открыли конвертик, который набрал 2000 лайков. Однако, мы там сказали такую фразу. Кстати, если это видео наберет неожиданно 2000 лайков, то тогда мы его обязательно откроем. И представляете, то видео набрало 2000 лайков. Поэтому сегодня мы откроем вот этот конвертик. Не пропустите, вы узнаете, что же в нем лежит. Хорошие денечки. С каналом Папа и Дочки. Всем привет. Вы на канале... Папа. И дочки. Маргарита только подключилась, ребята. А у меня уже немножко прокачано. Смотрите, у меня 1600 песочных долларов. Это такие доллары, которые можно выкопать в песочке. Смотрите, вот я вам показываю, например, раз. Копнул и мне прилетает 4 песочных доллара. Да, этот пляж, он не очень богатый. Я вам потом покажу другой. Кстати, с нами Игореша играет. Привет, Игореша. И, ребята, сейчас я вас познакомлю с основными действующими лицами. Вот это чувак, которого зовут Русти или Расти. И он выдает миссии. Привет, Расти. Привет. Когда ты уже выполнишь все миссии? Подожди. Мы сейчас знакомимся с зрителями, со всеми персонажами. Папа уже выполнен. Дальше идем. Следующий у нас человечек, которого зовут Лавиния. Это девочка. Девочка, она продает питомцев. Ребята, давайте посмотрим, какие есть питомцы. Можно купить крабика красненького, крабика электрического, огненного крабика, фрост крабика. Короче, разных крабиков. Потом какие-то непонятные животные. Зеленого цвета, черного цвета, черепашки разных цветов, слоники. Идем дальше. Еще я хочу вам представить магазин. Итак, ребята, здесь продают сейлки. Это такие штуки, которыми мы просеиваем песок. А простая сейлка стоит 0 песочных долларов. А потом синяя сейлка идет по 600 песочных долларов. Если вы заметили, у меня как раз уже такая. И наша цель накопить 5000 на золотую, ну или желтую сейлку. Дальше. Следующее можем искать, ой, купить за песочные доллары. Это песочные детекторы. Это такие штуки, которые показывают, что в песке есть клад какой-то. И последнее, это, как всегда, рюкзачки. Есть простые за 0, есть за 300, которые у меня сейчас. Есть за 2000, в которые может помещать 15 всяких предметов. Кстати, здесь песок не собирается в рюкзак. В рюкзак собираются только предметы, которые вы нашли в песке. И все, в принципе, все. В этом магазине все. Ну и теперь самый главный чувак, которого зовут Блокберт. А Блэкберт, вот этот чувачок Блэкберт, он принимает от нас все, короче, эти находки. Он скупает, можно сказать, то, что люди потеряли. Ты зачем сюда пришел пустой? Найди какой-нибудь клад и приходи. Э, ты чего возмущаешься? Мы показываем тебя нашим зрителям, что ты тут вот такой красавчик, принимаешь, значит, всякие драгоценности. Ребята, у нас миссия сегодня такая. Мы должны накопить денежки и купить питомцев. Я, кстати, питомцев сейчас куплю. Есть, тебе дали яйцо. И у Риты появляется крабик. Отходи сюда, посмотрим на твоего крабика. Его почему-то зовут Лиза. Какое ты ему имя дашь? Пимпочка? Нет. Купчик? Я пока не знаю. Козюлька? Ладно, ребята, пока Рита придумывает имя крабику, мы с вами идем тратить мои 1600 песочных долларов и выберем с вами какого-нибудь питомца. Так, и выбираем. Я знаете, кого хочу? Я хочу, значит, слона в колпачке. Мне нравится очень слон в колпачке. Это раз. О, яйцо. Вот он, бам, сродился. И еще одного хочу. О, они все подорожали. Ребята, следующий питомец уже дороже. Уже намного дороже. Я своего слоника сейчас назову. Придумаем ему. Ты уже придумала имя? Да. Какое? Нотик. Нотик? Или нытик? Нет, нотик. Ладно. А я своего слоника назову. Ребята, я своему питомцу придумал имя Упс. Итак, теперь у меня два питомца. Одного зовут Пипа, другого зовут Упс. И мы сейчас постараемся накопить денежки на нового питомца. Кстати, пока Маргарита там переименовывает своего персонажа, я вам покажу все пляжи. Начну с самого сложного. Это Арена 51. Ребята, почему он самый сложный? Потому что сюда прилетели инопланетяне. Вот их летающая тарелка застряла. И вот, когда они застряли, вот в этом месте, вот в этом месте что-то закопано. Мы не знаем что. Но чтобы сюда добраться, надо купить крутую сейлку, да, чтобы купить. Поэтому мы возвращаемся обратно и смотрим следующий. Бам, следующий пляж это Свамп. Что значит Свамп, я не знаю, если честно. Вот здесь, значит, нужна сейлка с четырьмя звездами. Следующий пляж это Десерт какой-то. Или Дезерт. Значит, красненький. Да, здесь уже кто-то что-то добывает. Вот огненный краб копают. Но мы пока здесь копать не можем, у нас всего лишь синяя сейлка. Поэтому вот он, вот он. Это, кстати, лед. Ребята, это настоящий лед. Вот, Рита, ты назвала своего питомца? Рита. О, оригинально. Это мои любимые дети. Ты долго придумывала? Да. Все, ребята, смотрите, здесь мы можем уже копать. И теперь, собственно, как происходит. Я достаю свой щуп. Он пытается найти клад и пишет нету. А здесь пишет зеленым есть. В этот момент я достаю сейлку и начинаю копать. Мой пипа, крабик, помогает мне изо всех сил. Итак. Есть! Я нашел, ребята, нашел монетку какую-то. Смотри, Рита, я нашел монетку. Здесь в рюкзаке лежит монетка. И, кстати, она стоит 80. Ребята, 80 кусочных долларов. И очки. Рита, я твои очки нашел. Ты их на пляже потеряла? Да. Да. Ну все. И мы дальше с крабиком продолжаем искать. Сеем еще. Просеиваем. Ищем. Так. Я что-то нашел. Еще одну монетку. Ребята. О, это монетка какая-то дешманская всего. Или это тарелка? О, ребята, это одноразовая посуда. Еще покопаем. И мне крабик нашел. Ребята, он мне нашел. Крабик мне нашел дезодорант, ребята. У меня теперь есть дезодорант. И я, когда буду на пляже, я буду вкусно пахнуть. Дезодорант. Копаем. К Андрею к нам подсоединился. Я нашел подарок. Что там подарок? Не знаю, не знаю, не знаю. Давай посмотрим. 40 песочных долларов. Я пойду сдавать. Смотрим, как это происходит. Мы идем сдавать и получать денежки. Значит, возвращаемся. О, кстати, у меня тоже самые очки. Что? О, Рита тоже нашла очки. А по тебе видно, что ты их нашла, да? Я иду сдавать. И, кстати, кстати, здесь делаются миссии. Специально для Риты и для вас покажу. Ребята, подходим к миссионеру. Вот так вот к нему, над которым висят миссия. И он дает нам миссию. Мы открываем. И здесь написано, что здесь надо, например, насобирать вот это. Насобирать вот это. Этот насобирать вот здесь. Здесь, короче, металл, батарейки. Надо 6 батареек насобирать. Куча всего. Я думаю, пришло время. Рита, открывай вот этот конверт. И все сейчас узнают, что же там лежит. О, мне самому интересно. Что же там сделала Маргарита? Маргарита сделала. Ух тышки, ребята, это... Угадайте, кто это. Пишите в комментариях. И... Ну и, конечно же, кто же еще мог быть. Ребята, вот он. Вот он и вот она. Тря-ля-ля, тря-ля-ля. Пишите в комментариях, кто это такие. Ну, а мы с Маргаритой продолжаем играть дальше. О, здесь можно копать. Копаю. Ребята, смотрите, мой слоник копает. Прикольненько. Вот что-то роется там. Упс, мой. Что-то нашел. Рита, я нашел тыкву. Смотри. У меня тыква. Устроим Хэллоуин как-нибудь. Дальше. Рита, смотри. У Игоря что-то с головой. Ой, Игореша, иди полечись у тебя. Что-то с головой. Рита, смотри. Она опухла у него. Игореша. Ой, боже, что же случилось? Ой-ой-ой-ой. Игореша. Ой-ой-ой, смотри, какая у него большая голова. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Я пошел дальше искать какие-нибудь сокровища. Тыкву я уже нашел. Диздорант нашел. Теперь надо что-нибудь интересное найти. Раз, копаем. Я нашел еще один подарок. 40 долларов, отлично. Копаем дальше. Копаем, копаем, копаем. И я пока ничего не нашел. Еще копаем. И сейчас я найду. Я нашел Кока-Колу, ребята, в Пепси. Кока-Кола. Да, 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 да. Сколько она стоит? 30 песочных долларов. Отлично. Посмотрим, есть что-нибудь осталось? Да, есть еще что-то. Копаем. Значит, мой детектор показал, что в песке что-то есть. Я нашел. Ребята, что это? Я нашел зарядное устройство, ребята. За 35 песочных долларов. Это круто. Пойдемте срочно сдавать. У меня полный рюкзак. Смотрите, 7 из 7 наполнено. Надо сдавать. И получим какое-то количество денежек. Отправляемся на сдачу. Где тут у нас? Ага, вот он. Привет. Ну что, ты принес что-нибудь интересненькое? А сейчас увидишь. Смотри. И он дает нам 210 песочных долларов. У нас уже 1403. И я думаю, в следующий заход мы уже сможем приобрести третьего питомца. Давай поищем, где есть клад. Здесь нету клада. Здесь. Здесь тоже нету клада. И здесь нету клада. Вообще, где-нибудь есть клад? Так. О, вот здесь. Нашел. Сейчас будет клад. Рита, как у тебя процесс происходит? Хорошо. Отлично. Ты что-нибудь уже... Ребята, я что-то нашел. Водоросли? Ребята, я нашел водоросли. Я не знаю, зачем они мне нужны. Ну, ладно, копаем дальше. Проверим, есть что-нибудь. Да, есть. Копаем дальше. Раз. Еще раз копнем. О, еще попсикола. Отлично. И, наверное, мы сейчас... Я еще что-то нашел. Ух ты. Ракушку, ракушку. Ребята, я нашел... Жемчужину за 60 песочных долларов нашел. А у меня дезодорант. Ты дезодорант нашла? Да. Ну, теперь от тебя тоже будет хорошо пахнуть. Да, хороший у тебя дезодорант. Ищем. Есть. Я нашел. Я нашел доску для серфинга. Какая-то она дешевая. 12 всего стоит, да? И мяч. Рита, мы теперь в мяч сможем играть. Смотри. Пляжный мяч. Я уже нашла зубная щетка и носок. Ребята. Есть дезодорант. Рита нашла зубную щетку. Тебе как раз не хватало зубной щетки. А еще? Ну, знаешь, а вопрос, откуда она там? Кто-то почистил зубы и выбросил в песок. А стоит ли теперь ей пользоваться? Может, ты ее просто сдашь? Показывает, что мне мой питомец нашел какую-то штуку. И это зубная щетка за 3 доллара. Мне не нужна. Я пойду сдам. Фу. Чужую зубную щетку, ребята, никогда не используйте. Никогда. Только пользуйтесь своими зубными щетками. Потому что это гигиенично. На, получай. Сколько ты мне дашь денег? 130. В прошлый раз было намного больше. Ладно, посмотрим, можем ли мы купить питомца. А у меня есть 1583 монет. И я хочу что-нибудь купить. Слоник у меня уже есть. Черепашку красненькую хочет Маргарита. Ребята, я знаете, что возьму? Я возьму вот эту черную чупакабру. Я не знаю, что это такое. Похоже на котика. Котик, а может, это смешарик бешеный? Не знаю. Так, и вот яйцо. И у меня рождается новый питомец. Эй, ну иди ко мне. Иди ку... Мария. Его зовут Мария. Нет, ребята, мне такое имя не подходит. Я ему другое имя дам. И я его назову Пуп. Так, называем Пуп. И получилось, ребята, у меня теперь целый зверинец. Пипа, Упс и Пуп. Настоящий зверинец питомцев. Давайте, как мы иногда любим делать, на ускоренном сейчас. Пособираем денежки. И как только заполнится рюкзак, посмотрим, что же мы нашли. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Ребята, я и моя банда насобирали полный рюкзак. Давайте посмотрим, что. Так, тыква, носок. О! Сейчас, подожди. У меня вроде есть носки. Ребята, это не мой носок. О, пицца! Подожди, батарейка, батарейка. Значит, потом монетка за 80. Отлично. Пепси. И... Какой-то бонус. Ребята, это штука. Растение против зомби. Да. Зомби в колпачке. Здесь были зомби и потеряли колпачок. И последнее... Похоже на пиццу и на тортик. Я не знаю, это шарк-туз какой-то. Шарк-туз. Шарк-туз. Это, по-моему, чей-то памперс. О, ребята, все, Игореша, смотрите, вылечился. Фух, это хорошо. Ой, ребята, я заболел. У меня что-то с головой не в порядке. Ребята, у меня что-то не в порядке с головой. Ой-ой-ой-ой-ой, что делать? Голова большая совсем. Я совсем не знаю. Но главное, что не голова помидор, а просто большая голова. Кстати, ребята, хотел вам показать. Смотрите, как карта выглядит с неба. Вот такая красивая карта. Мы сейчас находимся вот здесь. Идем в обычный песочек. Значит, ледяная здесь, здесь у нас красная карта, зеленая, и вон там инопланетная карта. Да, мы сдаем 239 долларов, и у меня голова становится нормальная. У меня есть ощущение, что ты сейчас будешь заканчивать игру. Поэтому давай-ка споем песенку. Итак, нам сегодня на пляже удалось найти много ценных сокровищ. Особенным сокровищем, наверное, был носок. В общем, мы нашли кучу разных потеряшек, которые другие люди потеряли на пляже. Сдали их, заработали денежек. И у меня появилось даже три питомца. Задание такое. Ребята, очень простое. Внимательные зрители легко на него ответят. Напишите, я увидел, или увидела, если вы девочка, что вы нашли, и напишите пять предметов, которые мы нашли. Первые попадут в следующую серию, все получат сердечко от канала. Победители прошлого видео. Ребята, на картинке именно те, кто в прошлой серии первыми ответили на задание, и правильно ответили на задание, и попали к нам сюда на картинку. Молодцы, ребята. Участвуйте, вы дорогие наши зрители. Будьте первыми, и тоже попадете на картинку. Или получите сердечко от канала, но если не успеете попасть на картинку. Ну, а вы сегодня были на канале Папа и Дочки Геймс. С вами сегодня были Папа и Дочка Рита. Хорошей денечки. Каналом Папа и Дочка. Подписывайтесь на канал, ставьте пальчики вверх. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok